В Москве совершено нападение на храм Григория Неокисарийского, расположенный на улице Большая Полянка. Вечером во вторник, 15 октября, туда ворвалась группа вооруженных хулиганов, сообщает Интерфакс, со ссылкой на руководителя радио Радонеж Евгения Никифорова. Ссылаясь на слова настоятеля церкви епископа Иеронима, Никифоров рассказал, что около 18.30, когда по обычаю после рабочего дня прихожане собираются в храме, чтобы помолиться и поставить свечи, в церковь ворвалась группа из 5-7 человек восточной внешности. Хулиганы, будучи в совершенно невменяемом состоянии, то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения, вели себя крайне непристойно, нецензурно ругались и угрожали молящимся пистолетом, поведал собеседник агентства. И подьякон настоятеля Михаил Голубев пытался урезонить хулиганов, на что один из них приставил к его лицу пистолет с угрозой разнести ему голову. Подоспевший епископ Иероним успел нажать тревожную кнопку, благодаря чему в скором времени прибыли сотрудники 2-го отделения полиции, которым удалось задержать пятерых хулиганов. Задержанные продолжали бесчинствовать и в отделении полиции, отметил Никифоров. В московском патриархате призвали к тщательному расследованию произошедшего. Кощунственная выходка в храме должна быть тщательно расследована и наказана. Возможно, помимо прочего, выяснить, не стоят ли за этим внешне спонтанным нападением подстрекатели, радикальные псевдоисламские организации, связанные с зарубежными странами, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протерей Всеволод Чаплин. На фоне событий в Бирюлево и исламского праздника, будто кто-то специально пытается столкнуть верующих традиционных для России религий, православного христианства и ислама. Сначала появляется дикая, вызывающая для мусульман картинка с нецензурной надписью на взломанных исламских сайтах. Потом происходит наглое осквернение храма, константировал священник. Как отметил он, в этих условиях очень важно сохранить межрелигиозный мир в стране, не дать никому направить одних верующих на других. Такое развитие событий может кончиться для России предельно плохо. Наверное, это понимают наши недруги, но это должны понимать и настоящие патриоты страны. Вот почему так важно сообща осуждать кощунственные акты, направленные как против мусульман, так и против христиан. Вот почему нужно вместе противостать нелегальной миграции и связанной с ней теневым криминальным бизнесом. Вот почему нужно противоставить провокациям сплоченность, розни взаимопомощь, попыткам посеять вражду, межрелигиозный мир и сотрудничество, подытожил представитель церкви.